АЛЛЕЯ УЛЫТАУ Дар Карагандинской области в честь 20-летия Астаны. Это музей под открытым небом. Здесь собраны главные ценности Улытау. Эта аллея и рассказывает об истории этой священной земли. Длина пешеходной аллеи Улытау более 300 метров. Ширина составляет 55 метров. Монумент благодарности казахскому народу. На земле Казахстана проживает более 100 этносов, которые в трудные годы войны и репрессии, голода и разрухи были депортированы либо вынуждены мигрировать в Казахстан. Благодаря гостеприимству и радушию казахского народа, все они на этой земле обрели вторую родину, получили достойную жизнь, образование. Печь образца Милый Кудук является самой древней в окрестностях Центрального Казахстана. Основная особенность печи состояла в том, что медь плавили в специальной посуде. Поэтому она не разрушалась и использовалась не раз. Процесс плавления шел при помощи беспрерывного обдувания мехами и занимал 10-12 часов. Образцы печей можно увидеть в Музее истории горного и плавильного дела поселка Жезды. Территория вдоль рек Кенгир, Талдысай, Жезды и Сарысу является центром древней цивилизации, которая оставила свою страницу в истории казахской земли. Сайгак – уникальное явление степной природы. Когда-то давным-давно он ходил по земле вместе с мамонтами. Несмотря на все изменения климата, Сайгак сумел выжить. Есть легенда, что за его убийство охотника постигнет несчастье, потому что это животное считается символом красоты степей. Каменные скульптуры – самые важные источники истории древних и средневековых народов Евразии. Оставленные ими памятники дают нам представление о внешнем виде человека. Они рассказывают о жизни и мировоззрении того времени. Делать скульптуры воинов в Сарыарке начали с раннего Железного века. Благодаря исследованиям академика Алькея Маргулана и других ученых-археологов на территории Карагандинской области было обнаружено более ста таких скульптур. В основном они возведены в VI-XIII веках во времена Древнетюркского и Кипчакского государств. У каждой скульптуры есть свои особенности. В основном на них изображены мужчины с усами. Рисунки Байконур расположены на скалах в Улытаусском районе. Эти петроглифы – исторический памятник самой высокой концентрации наскальных изображений в регионе. В 80-х годах прошлого века экспедиционный отряд Карагандинского государственного университета провел многолетние полевые исследования. В ходе работы и был обнаружен целый ряд новых археологических памятников в долине реки Байконур. Особенность петроглифов, которые нашли на скалах по всей долине реки Байконур, заключается в полном отсутствии изображений, которые связаны с тюркской иконографией или казахскими гравюрами. На камнях урочища Теректы-Аулие можно разглядеть изображения животных, выполненных в зверином стиле, характерном для сакской эпохи. Они повествуют о кочевой жизни древних людей, отображая сцены охоты, поклонения солнцу и многое другое. Более 600 исторических памятников находится у подножия гор Улытау. Каждый из них уникален и хранит тайны наших предков. На этих землях дислоцировалась ставка Жоши Хана, старшего сына Великого Чингисхана. Это географический центр казахской степи, колыбель казахского ханства. Ученые создали виртуальную карту. Благодаря этому проекту человек в любой точке мира через интернет может получить полную информацию о самом интересном, в том числе о сакральных местах Улытауского района.